Анапчане хорошо знают самую первую школу в Анапе на улице Самбурово, но не только потому, что она старейшая. На ее территории располагается дом отца матери Марии Юрия Пеленко, бывшего до революции в 1905 году директором Никитского ботанического сада в Крыму. Словно наследуя дело бывшего владельца этой усадьбы, на территории которой сегодня располагается школа номер один, педагоги и ученики разбили необычный дендропарк. Здесь тенистые аллейки, уютные лавочки, водопадики и сказочные персонажи на полянках. Проявить дизайнерские способности и внести свою лепту, украшение школы директор предложил восьмиклассникам, выпускникам Татьяны Юрьевны Саврик из школы искусств номер два. Идея исходила от девчонок. У них положено школьную практику пройти, ну а я уже не могу же бросить своих детей, вот я и с ними, им помогаю, подсказываю. Мы делаем с ребятами это впервые. Они закончили художественное отделение школы искусств номер два, выпустились, защитили дипломные работы свои, дипломные работы защитили все, в общем-то, на пятерке. Семь выпускников школы искусств приступили к работе. Выбрали мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Стену для росписи определил директор. Это отдельно стоящий от школы здание гигиены. Комнату девочек обозначит персонаж мультика «Забава», а мальчиков, естественно, Елисей. Это самая моя любимая, вообще интересная и веселая практика, которая у меня была в жизни в этой школе. Ну вот, мы закончили художественную школу, уже защитили дипломы. Вот, и это, можно сказать, еще одна дипломная работа, которую мы делаем, но в отличие от других, она будет всегда висеть в этой школе, и всегда можно будет прийти и посмотреть на нее. Я надеюсь, что это станет сюрпризом не только для моих одноклассников, но и для всех учащихся, а в особенности первоклассник, чтобы они поняли, какая у нас школа. И это очень мило. Автомобильные краски, которые не смываются дождями, предоставила дирекция школы. Трафареты юные художники вырезают по своим эскизам сами, под руководством учителя школы искусств. Так что к первому сентября учеников первой школы ждет еще один приятный сюрприз. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.